Утренний гость А вот не зря мы начали разговор про студенчество Мы не только начали разговор, мы еще и посмотрели с удовольствием Потому что наши студенты нашего замечательного доблестного вуза республики Я не побоюсь этого слова, ведущего Чувашского госуниверситета Очень часто занимают места на международных и на российских соревнованиях Как, например, в российской студенте Сна Да, в городе Тула она проходила в этом году Но сейчас мы подробнее об этом поговорим и поздравим Еще раз, много раз будем поздравлять наших ребят с победой А в гостях у нас сегодня председатель совета ректоров Ректор Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова Александров Андрей Юрьевич Доброе утро! Доброе утро! Очень рады, что получилось к нам прийти в эфир, в прямой эфир Ну а нам приятно поздравить вуз Чуваши и Чебоксары вот с такой замечательной победой Скажу, что я лично очень рад, потому что ребята успешно выступили И три вуза Чувашской республики, в том числе и Чувашский госуниверситет Без призов не остались И вот наши ребята, Юлия Егорова и Юра Чешков Стали призерами, заняли третье место в номинации журналистика Их фильм о студенческой весне получил вот такое признание всероссийское Но это не первое достижение наше Девятого года, вот восьмой год мы участвуем в этих фестивалях С российской студенческой весны, где, я не побоюсь этого слова Просто бешеная конкуренция, уровень студенческих весен Возрос за последние 10-20 лет, ну просто колоссально И то, что мы все-таки систематически выиграем Ну скажем, в номинации оригинальный жанр Мы дважды побеждали в прежние годы Наши техи выступали, занимали первое место со своими номерами То есть это, думаю, что оценка, в первую очередь, студентам Которые в свое время дневное, ночное тратили на подготовку Это какая-то передача из поколения в поколение Своего опыта, ребята смотрят, учатся Такое явление возникло, знаете, такая преемственность Что люди, которые завершили обучение в университете уже 5-10 лет назад Они продолжают в марте-апреле регулярно наведываться в Дворец культуры И помогать своими советами, своими экспертными оценками А иногда и личным участием это не запрещено в концертах студенческой весны Наверное, в этом большой секрет, который я сегодня с удовольствием выдаю Тем, кто хочет достигнуть успеха на этой помощи Андрей Юрьевич, мне сразу к вам вопрос Наверняка помните свои студенческие годы Участвовал ли Андрей Юрьевич, не знаю, как вас звали в те учебные годы В каких-то подобных мероприятиях? Знаете, я уже признавался в этом публично, со сцены И у меня есть свидетели, я не один Нам еще не говорили Ну вот я вам говорю официально, что да, участвовал Да, это было И мы побеждали в студенческой весне И побеждали в республиканской студенческой весне Но тогда во всероссийской мы не участвовали И просто не было такого движения, не существовало И знаете, молодцы руководители университета того времени Они поощряли студентов путевками, поездками Вот мы на три дня ездили на теплоходе Вот такой командой, где продолжали совершенствовать свое мастерство Сценическое в Нижней и в Казани Сегодня мы эти традиции поддерживаем И студенты едут дальше Это Сочи, это Беларусь республика Это Петербург, Владимир Суздаль и так далее То есть углубляем и расширяем традиции Я думаю о том, какие традиции в Чувашском государственном университете складываются И перспективный план развития Может быть какие-то еще интересные возможности для студентов этого вуза Замечательного есть Поговорим совсем скоро Прямо сейчас идем на музыкальную паузу, друзья А потом вернемся и продолжим к скалу За холодным окном колдует зима Все, что было давно Заметает она, заметает любовь Что когда-то была между мной и тобою Заметают следы на протрогшей земле Заметают слова, что шептала ты мне Заметают все, что в тюрьмой звали мы Бесконечной мечтою Не забывай меня Не забывай меня Пусть рядом с тобой Сегодня другой Не забывай меня Не забывай меня Не забывай меня Пусть сердце в своем Останется все Не забывай меня Я не знаю, где ты В этот час, в этот час Я не знаю, кто рядом С тобою сейчас Вспоминаешь ли ты Иногда обо мне Когда грустно бывает Лунной ночью опять Ты откроешь глаза На подушку твою Упадет, но слеза Вспоминаешь ли ты О любви, что горит А потом угасает Не забывай меня Не забывай меня Пусть рядом с тобой Сегодня другой Не забывай меня Не забывай меня Не забывай меня Пусть сердце в твоем Останется все Не забывай меня Не забывай меня Помню блеск твоих глаз, помню руки твои Помню каждый наш день, помню каждый наш час Помню каждую ночь, помню каждый рассвет Что встречаю с тобою За холодным окном колдует зима Все, что было давно, заметает она Заметает все то, что с тобой звали мы Бесконечной мечтою Не забывай меня Не забывай меня Пусть рядом с тобой, сегодня другой Не забывай меня Не забывай меня Не забывай меня Пусть сердце твое останется все Не забывай меня Не забывай меня Не забывай меня Пусть рядом с тобой, сегодня другой Не забывай меня Не забывай меня Не забывай меня Пусть сердце твое останется все Не забывай меня Не забывай меня Друзья, вы знаете, сейчас вспомнила я почему-то свои студенческие годы Я вот нисколько не умудрел Да, свою студвесну Она до сих пор живет у меня в душе Вот эти песни, танцы Отличное настроение Что ты делала в своей студвесне? Я играла роли Я актриса, я актриса Какую роль ты играла, помнишь? Ой, это было давно Я уже даже не вспомню Но мне кажется, наш гость Андрей Юрьевич Александров Ректор Чувашского государственного университета Обязательно вспомнит Какую же роль он играл в своей студвесне Да, вот я помню Это было недавно в отличие Совсем недавно В советские времена Но я вас уверяю Это было не менее весело Не менее зажигательно, чем сегодня И две роли Второй голос в хоре 150 человек Такой сводный хор, серьезный Песня, которую мы исполняли Одна из песен нашего репертуара Ой, туманы, мои растуманы Я даже не помню Очень душевная песня Очень серьезная И вторая роль Это член гид-бригады Историки флогического факультета Ну, опять же Мы со своим номером На экологическую тематику Заняли первое место На республиканской студвесне И до сих пор помню Тексты Свои кусочки Свои отрывки Вот такая история Вам это помогло в жизни? Вообще вот участие в 102 сне Как-то оно в жизни Дало какой-то вот Знаете, мы до сих пор С теми, с кем мы были Тогда на сцене В общем-то Ну, достаточно часто Встречаемся Общаемся Переписываемся Я думаю, что это Такой цемент Для раствора дружбы А плюс еще есть что вспомнить И причем всегда со знаком плюс Безусловно Никаких отрицательных эмоций С нами режиссировал номер Владимир Поляков Такой известный Вчера Режиссер Он сейчас работает Помогает нашим студистикам В этом году ЧГУ исполняется 50 лет Юбилейный год Как университет будет Отмечать этот праздник? Ну, будет широко Весь год И все мероприятия Посвящены этой дате Полвека Дата круглая Напоминаю, что первая цифра Пятерка Вот И мы должны провести На отлично Это мероприятие Конечно, будет Торжественное собрание Но помимо этого Концерт Студенческой самодеятельности Конечно же Научная конференция Мы все-таки Образовательно-научное Учреждение Мы к этому юбилею Создаем студенческий хор Сводный хор университета Который, я надеюсь Нам поможет Провести Вот Эту Знаменательную дату Более ярко Что-либо Торжественно Мы создали В последний Год-два Несколько команд Возродили традиции Баскетбола женского Они были сильны В университете В прежние времена Ну и, конечно Хоккейная команда Которые Вот этот вид спорт Никогда не культивировался В нашем УЗИ Сегодня Ребята, если думаем Надо бы вторую команду Уже делся Арендовать лед А какие еще традиции Вот Из прошлого Поднимаются Вот как вы сказали Это хор Баскетбольная команда Что-то еще Знаете Прилично Я думаю Я думаю Я думаю, что Вот эти средства Коммуникации Будут Совершенствоваться И Учебный процесс В университете Его облик Он будет совсем другим Да, будут здания Конечно же Наверное От занятий От консультаций От личных общений С преподавателем Мы никуда не уйдем Но очень много Будет электронного обучения Дистанционных технологий Образовательных Что позволит ребятам Более свободно Распределять свое время И более рационально Строить Свой учебный Образовательный рецикл Вот так Вы знаете Вот совсем скоро Будет сессия Да, уже она началась Зачет на неделе Я вспоминаю Рецепт дня От ректора Вуза Как правильно Нужно готовиться К сессии Чтобы не боясь Ничего Никаких вопросов Знать ее Ну первое Что нужно сделать Это открыть форточку На кону сессии И крикнуть Одно слово Заветное Я думаю Студенты знают Оно звучит Так Халява А теперь серьезно Понятно Что это шутка Но сделать нужно Обязательно На всякий случай Надо заниматься В течение семестра Что не всегда получается Вырастают хвостики Которые надо Быстренько Накануне Зачетов Ликвидировать И конечно Заниматься В период сессии Уже очень усиленно Посвятить все свое время Именно Этим дисциплинам Именно этим предметам Тогда успех обеспечен Понятно Какой любимый предмет Был у Андрея Юрьевича В студенческие годы Вы сегодня задают Такие сложные вопросы Мне Я вот просто теряюсь Да И столько было Вот Любимых Вот Ну конечно В школе Это история Безусловно Не покривлю души Физкультура Которая помогает Сегодня Держать форму И Жить И радоваться Каждому дню Потому что Ничего не болит Хочется Вставать каждый день С настроением В тонусе А в университете Это масса дисциплин Очень интересных Которые И знаете Они ассоциируются С замечательными Педагогами Многие ушли На заслуженный отдых Сегодня Некоторые Работают В УЗе Каждый предмет Каждая дисциплина Хороша по своему Они очень полезны Я скажу так вот Что Нет на самом деле Лишних знаний Мы Слово лишнее Ставим Вот в эти кавычки Они Может и не пригождаются Но создают Общий уровень развития Человека И Это позволяет судить О том Что он С высшим образованием Он выпускник Университета Поэтому Программу надо Уполнять полностью Я совершенно В этом убежден Говорю об этом Серьезно Без шутов А мы с гордостью Говорим Что мы с Максимом Выпускники Чувашского государственного Университета Да Это именно так И принимали активное участие Как вы уже догадались Друзья В различных мероприятиях Вузовских И конечно же Таких как Студенческая весна И даже в научно-практических Конференциях Я был задействован Иногда Тоже С какими-то Определенными Своими Небольшими Но достижениями И совершенно Правильно Вы говорите Что действительно Человек Который заканчивает Высшее образование Он образован Именно так Где ни одна дисциплина Не лишняя Поэтому если Какой-то технический Например специалист Учит философию И думает Что это ему не нужно То он пока что Так думает На самом деле Все обязательно пригодится И даже та самая логика Которая казалась Ну Зачем она мне Все это на жизни Конечно пригодится Друзья Музыкальная пауза Далее обязательно Продолжим разговор С нашим утренним гостем Далее обязательно Счет 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok